28 августа в актовом зале Дома культуры Родина собрались многочисленные работники образования нашего района, чтобы обсудить, что их ждет в новом учебном году. Конференция по традиции прошла в виде торжественного собрания педагогов. На собрании присутствовали глава района Владимир Васильевич Смирнов, председатель Совета депутатов района Александр Иванович Шмаков, общественный помощник по правам ребенка Новосибирской области Вадим Валерьевич Носков, главы муниципальных образований, ветераны педагогического труда, представители общественных и профсоюзных организаций. Глава района Владимир Васильевич Смирнов поздравил работников отрасли с приближающимся Днем Знаний и сообщил публике важные цифры. В районе 4860 учеников идет в школу в этом году. Из них 517 – это первоклассники. 28 транспортных средств будут подвозить в школы района 439 учеников. На сегодняшний день 1640 детей заняты в дополнительном образовании, а с 1 сентября это число увеличится. По итогам прошлого года в районе было 209 выпускников, из них 16 – золотыми медалями. 43% поступили в вузы, а большая педагогическая семья района пополнится в этом году 15 новыми специалистами. Начальник управления образования Татарского района Ирина Викторовна Кузнецова в своем докладе акцентировала внимание на реализации национального проекта образования на территории Татарского района. Данный нацпроект преследует две цели. Первое – обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и вхождение России в число ведущих стран мира по качеству общего образования. Второе – воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов России, исторических и национальных культурных традиций. Наша конкурентоспособность подтверждается и внешними экспертными оценками. Преимуществом образования является стабильное финансирование, вариативная сеть учреждений и организаций общего и дополнительного образования, преемственность образовательных программ, сложившаяся система подготовки, переподготовки и повышение квалификации педагогов. Говоря о преимуществах, выделяем проблемные моменты, требующие от нас не только пристального внимания, но и поиска эффективных организационных и управленческих решений, устаревающая инфраструктура, отсутствие работающего резерва управленческих кадров, дефицит педагогических кадров и отдельной категории учителей-предметников и, как следствие, снижение качества образования по отдельным предметным областям. Об успешности обучения можно говорить по результатам независимого контроля. Ирина Викторовна отметила положительную динамику обучения, которую можно проследить по результатам экзаменационных работ выпускников 9-х и 11-х классов. Помимо этого, начальник управления образования затронула вопросы питания обучающихся, их безопасности и другие. Со своими докладами на разные темы выступили руководители образовательных организаций района. Во время встречи лучшие работники образования были награждены почетными грамотами и благодарностями областного и районного значения. На сцене чествовали ветеранов педагогического труда и приветствовали молодых специалистов. Для собравшихся выступали детские коллективы художественной самодеятельности. В ходе собрания были озвучены цели и задачи, которые предстоит выполнить большому педагогическому коллективу татарского района. Продолжение следует...